Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Экс-главу Афанасьева судили за махинации с жильем для нуждающихся. Глава Афанасьевского городского поселения был признан виновным в превышении должностных полномочий. Следствием и судом установлено, что он достоверно знал, что одна из местных жительниц не является малоимущей и нуждающейся в жилом помещении, но заключил с ней бессрочный договор социального найма квартиры в Афанасьево. Из-за этого были нарушены права тех, кто стоял в очереди и действительно нуждался в жилье. В итоге суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу. Экономика. Кировский депутат получил звание заслуженного предпринимателя Нижегородской области. Награду удостоен депутат ЗАК Собрания Кировской области Анатолий Маликов. Он является гендиректором сельхозпредприятия «Молоко», которое работает в том числе на территории Советского района. Звание, которое получил Маликов, присваивается предпринимателям и руководителям организаций, которые не менее 10 лет успешно ведут свое дело на территории Нижегородской области, вносят вклад в социально-экономическое развитие этого региона. Депутатом ЗАК Собрания Кировской области Маликов является уже более 10 лет. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров, куда уходят деньги вашей компании. Руководитель без труда назовет несколько статей, если у него есть отчет о движении денежных средств, подготовленный специально для владельца бизнеса. Чем еще поможет такой документ, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. То есть, если у вас никто не потратит лишнего, никто не положит себе на карман, вы четко знаете, кому что, куда заплатили, откуда деньги пришли, анализируете динамику поступлений денежных средств в компанию. Это для вас контрольная точка. Не забыли ли вы какие-то расходы, потому что если у вас не пойдет остаток на конец месяца, то, соответственно, вы что-то ввели неправильно и не учли. Внедрение управленческого учета – это не только прозрачность потоков с отчетом о движении денежных средств. Это и другие инструменты для анализа бизнеса, повышения эффективности и успешного менеджмента. Цифры никогда не врут. Пользуйтесь ими правильно. Вместе с «Бухгалтером Ян». Звоните 213 112. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Новости экономики в Кирове.